МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В следующие полчаса говорим о важных событиях новой недели. Это наше время, и сегодня важно узнать о таком. Российские войска нанесли новый ракетный удар по Украине. Киев захватчики атаковали, вероятно, новейшими ракетами Циркон. Украинские пилоты завершили стартовый этап подготовки на Ф-16 и переходят к следующей фазе тренингов, когда закончится обучение, и американские истребители начнут патрулировать небо Украины. В Словакии выбирают нового президента. В первом туре голосования победил прозападный кандидат, который осуждает политику Путина и поддерживает Украину. Все, кто следит за моей позицией, знают, на чем я стою, когда речь идет об Украине. Жизнь после войны. В Днепре стартовал проект, который помогает раненым ветеранам вернуться к нормальной жизни. Как проходит реабилитация украинских защитников? И далее обо всем подробно. Россия продолжает ракетный террор Украины и применяет разные виды оружия. Сегодня россияне ударили двумя баллистическими ракетами по Одессе. Разрушены два здания. В соседних домах вылетели стекла. По предварительной информации, ранены четыре человека. С временно оккупированного Левобережья российские войска ударили управляемыми авиабомбами по селам Херсонской области. Разрушены админздания, учебное заведение и дом культуры. Кроме этого, оккупанты обстреляли центр Херсона. Один снаряд попал в стену дома и не разорвался. Как сообщили местные власти, информация о погибших и раненых отсутствует. В Киеве уже завершили аварийно-спасательные работы после ракетного удара россиян. Напомню, сегодня утром армия РФ атаковала столицу Украины двумя баллистическими ракетами. Украинские воздушные силы сбили обе цели. Однако после падения обломков есть повреждения в нескольких районах города. Как сообщил мэр Виталий Кличко, пострадали 10 человек. Двое госпитализированы. Детальнее расскажет Никита Скобликов. Сразу после объявления воздушной тревоги ученики и преподаватели Киевской Академии Искусств имени Михаила Байчука побежали в укрытие. Обломки российской ракеты попали именно по их училищу. Как сообщил исполняющий обязанности министра культуры Ростислав Карандеев, из-за скорости российской ракеты учащийся и персонал не успели оперативно спуститься в убежище. Наследок влучания остался... В результате попадания произошло разрушение трехэтажного административного здания. На месте работает 8 единиц техники от ГСЧС, а также 50 спасателей. Привлечены все соответствующие службы и национальная полиция, и медики, и карс, и коммунальные службы работают над ликвидацией последствий обстрела. Из-за российского обстрела пострадала центральная часть корпуса Академии. Разрушены конгресс-холл, выставочный центр, спортивный зал, а также повреждения поучили помещения кафедр и аудитории заведения. Прозвучала тревога, через 30 секунд был хлопок, а потом и сам взрыв. Буквально 30 секунд прошло. Дети вышли на улицу, облако пыли, окна повылетали. Дети в ужасе. У нас мастерская в полуподвале, как укрытие. Там все заложено мешками. Потом, после взрыва, мы вышли посмотреть, что же произошло. Страшный был взрыв. Коллеге преподавателя скульптуры Александре Кирилловой повезло меньше. Она со своими учениками не была в подвальном помещении, проводила урок рисунка. Пока мы бежали до выхода, что-то влетело в нас, посыпалось стекло. Полетели нам в голову эти гипсовые наши скульптуры. И мы не выбежали, а упали на пол и прикрылись руками. Мы лежали все время, пока тряска была. Стекло летело, кто-то кричал. Мы лежали на полу в аудитории. Когда прошло 2-3 минуты, мы вышли в коридор и увидели, что там все как в фильме ужасов. Все в копоти, в дыму, нет окон, нет стены. И мы поняли, что эта минута нас спасла, что мы не выбежали в коридор, а остались в аудитории. В результате атаки РФ зафиксировано падение обломков и в других районах Киева. Известно о повреждении частных домов. Добавлю, что летевшие утром на Киев две российские баллистические ракеты были уничтожены в СУ. Как сообщил командующий воздушными силами Украины генерал-лейтенант Николай Лещук, их армия РФ запустила из временно оккупированного Крыма. После российской атаки на Киев срочно усилить противовоздушную оборону по всей Украине призвал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. И подчеркнул, что особенно важны в этом вопросе системы Патриот. Глава украинского МИДа отметил, что баллистический удар по центру многомиллионного города – это очередное циничное преступление россиян. И Украине необходимы дополнительные средства ПВО, способные отразить любую атаку террористов. С аналогичным посланием выступила и посол США в Украине Бриджит Бринг. Дипломат призвала не тратить время и предоставить Украине помощь немедленно. Сегодня утром Россия снова атакует Украину гиперзвуковыми ракетами. Громкие взрывы в Киеве. За последние пять дней Россия запустила сотни ракет и беспилотников против суверенной страны. Украина нуждается в нашей помощи сейчас. Нельзя терять ни минуты. Сегодня мы сделали еще один шаг для укрепления военно-технического сотрудничества с нашими партнерами. Это развитие наших отношений и я благодарен Королевству Дания за поддержку Украины. У вас есть значительный опыт, к сожалению, это опыт с поля боя. У нас есть огромный опыт в сфере закупок. И сегодня мы поняли, что перед нами много похожих вызовов. Поэтому я считаю, необходимо обмениваться опытом, обмениваться информацией и сотрудничать в будущем в сфере закупок оборудования. Исландия поддержала инициативу Чехии по закупке боеприпасов для украинской армии и выделит около двух миллионов евро. Рыкьявик пояснил, что руководствуется несколькими соображениями, в частности, с защитой собственных интересов в сфере безопасности. Также министр иностранных дел Бьярни Бенриксон добавил, что Исландия намерена и дальше поддерживать Украину. Напомню, что к инициативе по закупке снарядов для Украины уже присоединились 19 стран. Среди них Германия, Нидерланды, Дания, Канада и Франция. Украинские танкисты на восточном фланге фронта ликвидировали большое скопление живой силы армии РФ, благодаря чему штурмовики ВСУ быстро заняли новые позиции. Подробнее об этом, а также о ситуации на других участках фронта расскажем далее в сводке Генерального штаба. Силы обороны Украины удерживают плацдарм на левобережье Днепра в Херсонской области, сообщает Генеральный штаб ВСУ. У россиян проблемы с формированием штурмовых подразделений. Они продолжают не использовать технику, то есть у них действует запрет на применение бронетехники на этом направлении. В своих мясных штурмах армия Российской Федерации теряет 60-70% личного состава. Окупанты вынуждены проводить ротации подразделений и подтягивать новые и новые силы на это направление для того, чтобы проводить штурмы. Потому что военно-политическое руководство ставит задачи, которые они не способны выполнить. И это опять же рождает дисбаланс в управленческом смысле в их войсках. Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины, в интервью Суспильное. На Лиманском направлении украинские войска успешно отразили атаки россиян в районе Белогоровки Луганской области. Противник также пытался совершать наступательные действия в районах Клещевки, Бердычей и Первомайского Донецкой области. В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике. Истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения. За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла удары по восьми районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники противника. Всего за сутки на передовой произошло 45 боевых столкновений. Так в районе Новомихайловки украинские танкисты прямой наводкой уничтожили два здания, в которых засели российские оккупанты. В Генштабе отмечают, благодаря храбрости танкистов украинские штурмовики быстро заняли новые позиции. Враг вел там огонь по нашей пехоте, не пускал дальше. Мы только уехали, наши ребята заняли эту позицию. Мотивирует, что каждый наш выезд, каждая наша задача это десяток сохраненных жизней наших ребят. Это подталкивает нас выезжать, несмотря на то, что идет обстрел, либо миномет, либо артиллерия, либо может выскочить кто-то с тем же ПТУРом. Также в СУ раскрыли детали атаки на российский десантный корабль «Ямал» во временно оккупированном Крыму. Судно подбили морскими дронами «Магура». По оценкам военной разведки Украины, характер повреждений большого десантного корабля «Ямал» носит критический характер. Пробои на верхней палубе обусловила крен на правый борт. Оккупанты непрерывно откачивают воду с пораженного корабля, который участвовал в аннексии Крыма, а с 2017 по 2023 год находился на ремонте. Из сообщений главного управления разведки Министерства обороны Украины в Фейсбук. Общие же потери российской армии с начала полномасштабного вторжения уже превысили 437 тысяч человек. За сутки были уничтожены 640 военных, 11 танков, 22 артиллерийские системы, 25 боевых бронированных машин и десятки другой техники россиян. С начала полномасштабного вторжения России Евросоюз поставил в Украину военной техники на 31 миллиард евро. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозе Боррель. По его словам, ЕС планирует увеличить свою поддержку и создает новый фонд помощи на 5 миллиардов евро. Я предложил Совету Европейского Союза перенаправить 90% доходов от российских замороженных активов в Европейский фонд мира, чтобы увеличить финансовые возможности военной поддержки Украины. Хотя Европейский фонд мира изначально не был создан для этого, он стал основой нашей военной поддержки Украины. На сегодняшний день мы использовали более 6 миллиардов евро из Европейского фонда мира, чтобы стимулировать поддержку Украины со стороны стран-членов ЕС. Помимо прочего, до лета этого года мы обучим 60 тысяч украинских солдат. Жозе Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, из блога на сайте Европейской службы внешних связей. В польском Свиднике, недалеко от границы с Украиной, появится новая авиабаза. Как сообщили в Министерстве обороны Польши, на постоянной основе там будет базироваться вертолеты сухопутных войск. Ведомстве пояснили, что усиление военного присутствия на востоке страны необходимо для национальной безопасности и поможет быстро реагировать на возможные происшествия в регионе. Мы укрепляем потенциал безопасности и обороны. Мы хотели бы, чтобы аэропорт и военная база в Люблине и Свидиннике были построены в сотрудничестве с властями города и воеводства и агентством военного имущества. Мы хотим сотрудничать и развивать те направления, по которым движемся, развиваться в целях безопасности, но также и в экономических целях. Владислав Кассиняк-Камеш, министр обороны Польши. Десять украинских пилотов завершили базовый курс обучения полетом на истребителях F-16 в Великобритании. Теперь эта группа перейдет к углубленной летной подготовке, которую проведут уже французские ВВС. После окончания тренингов именно эта десятка летчиков станет первой линией обороны в небе Украины. Как проходит процесс обучения украинских асов в сюжете моих коллег. Первые украинские пилоты, прошедшие интенсивную подготовку под руководством инструкторов королевских ВВС, окончили обучение для полетов на F-16. Группа перейдет к углубленной летней подготовке, проводимой ВВС Франции, прежде чем научиться управлять истребителями F-16. Там было очень долгое, когда, чего начинается, что будет происходить. И трудно было понять вообще, что подразумевает под программой обучения украинских летчиков. И сейчас это уже становится понятным. Почему? Потому что наши пилоты проходят обучение в определенных, скажем так, заведениях. То есть это в Британии есть специальные базы. В рамках курса подготовки инструкторы королевских ВВС обучали украинских пилотов общему управлению самолетом, полету по приборам, навигации на низких высотах и полету в сложных формированиях. На самом деле есть утвержденная программа, стандартная программа обучения пилотов F-16. Она состоит из трех основных этапов. И первый этап – это фактически условия допуска к базовому курсу. Он длится вообще 15 месяцев. И вот тогда пилоты обучаются на... 6 месяцев они обучаются на турбовинтовых самолетах Т-6. Кроме этого, пилоты прошли изучение английского языка, чтобы помочь в подготовке и повышении взаимодействия с воздушными силами НАТО. Ведь английский является стандартным языком международных полетов. Минобороны Украины опубликовала фото с украинскими пилотами, где отметила, что это первые украинские пилоты, которые прошли интенсивную подготовку под руководством инструкторов королевских ВВС Великобритании. А на самом сайте Министерства обороны Британии опубликовали обращение министра обороны страны Гранта Шапса, в котором он поздравил украинских пилотов. Я хотел бы поздравить этих отважных пилотов с завершением начальной подготовки здесь, в Великобритании. Благодаря всемирно известным навыкам королевских ВВС, эти пилоты прошли одни из лучших доступных тренировок и теперь на шаг ближе к участию в борьбе с незаконным вторжением России. Грант Шапс, министр обороны Британии. Премьер и министр обороны Британии поочередно попросили партнеров и союзников поддержать международную программу по обучению и предоставлению западных истребителей Украине. Также в рамках международной программы для обеспечения подготовки пилотов и поставок самолетов для Украины, первый F-16 планируется поставить до лета 2024 года. Франция объявила о повышении уровня террористической угрозы до максимального. Как заявил премьер-министр страны Габриэль Аталь, соответствующее решение было принято из-за теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве, ответственность за который взяла на себя группировка «Исламское государство». Также красный уровень террористической опасности сохраняется в Германии. В Испании и Австрии возможной угрозе присвоили высокий статус. Госсекретарь США Энтони Блинкин встретился в Вашингтоне с министром иностранных дел стран Балтии, Эстонии, Латвии и Литвы. Он отметил, что все три союзника, которые уже 20 лет являются членами НАТО, вносили значительный вклад как в свои оборонные бюджеты, так и в поддержку Украины, которая противостоит российской агрессии. Также Блинкин подчеркнул, что все страны мира заслуживают того, чтобы самим определять свое будущее и не позволять какой-либо другой силе пытаться делать это за них. Нам предстоит проделать большую работу вместе, как с точки зрения нашей непрекращающейся поддержки Украины, так и с точки зрения продолжения планирования будущего Североатлантического альянса, который объединяет нас, который сейчас сильнее и больше, чем был. И его будущее, последующие 75 лет, будут такими же важными, как и его предыдущие 75 лет. Президент Литвы Гиттанас Науседа назначил новым министром национальной обороны Лауринаса Кощунаса. Ранее он занимал должность главы Комитета по национальной безопасности и обороне в Сейме. Одной из первых задач нового министра будет подготовка Литвы к приему на своей территории немецких военных, которые призваны усилить восточный фланг НАТО. А в Словении в первом туре президентских выборов победил прозападный кандидат, бывший министр иностранных дел Иван Корчак. По результатам голосования он набрал 42% голосов. Это не абсолютное большинство, а значит, будет второй тур. Борьба развернется между либералом Корчаком и Петром Пелегрини, кандидатом отправящей коалиции, возглавляемой премьер-министром Словакии Робертом Фитца. Он, как и Пелегрини, занимает пророссийскую позицию. А вот Корчак осуждает режим Путина и поддерживает Украину. Подробнее в материале Кристины Домбровской. Иван Корчак, словацкий дипломат, занимал пост министра иностранных дел в 2020-2023 годах. Он идет в президенты как самовыдвиженец. По предварительным опросам Корчак занимал второе место среди девяти кандидатов. Но по итогам первого тура набрал наибольшее количество голосов. Политик придерживается проевропейских взглядов. Активно выступает за помощь Киеву. Он неоднократно призывал Россию вывести войска из Украины. Все, кто следит за моей позицией, знают, на чем я стою, когда речь идет об Украине. Но в данный момент я обращаюсь к своим согражданам. Идите и проголосуйте, потому что у вас в руках очень важное решение. Вы определите, кто будет следующим главой государства. И это будет очень важно, когда речь пойдет о важных вопросах внешней политики. Во втором туре президентской гонки Иван Корчак конкурирует со спикером национального парламента Словакии и лидером партии «Голос. Социальная демократия» Петером Пелегрини. Его партия входит в нынешнюю правительственную коалицию Роберта Фитца. Нынешний премьер-министр известен своими пророссийскими взглядами и антиукраинскими заявлениями. Впрочем, и сам Пелегрини призывал к осторожности в вопросе поставок оружия Киеву. А в своей предвыборной кампании высказался в поддержку изменений во внешней политике Братиславы в сторону Москвы. Я уважаю и воспринимаю сегодняшние результаты. И, конечно, поздравляю Ивана Корчака с тем, что мы оба вышли во второй тур, где сможем вести финальный матч о том, каким будет будущее Словакии. Тысячи людей в разных городах Словакии неоднократно выходили на протесты против пророссийской политики Фитца и стремления взять под контроль общественные СМИ. Люди обеспокоены тем, что Братислава под руководством Фитца может отказаться от прозападного курса и примкнуть к Будапешту. Аналитики считают, что внешняя политика Словакии останется одним из главных вопросов предвыборной президентской кампании. Выбор Словакии относительно президентской гонки более сейчас показывает позитивные результаты, потому что кандидат, который больше всего набрал голосов, достаточно проевропейский кандидат. По мнению словацких экспертов, если Корчак станет президентом, то Словакия сохранит проевропейские и проукраинские позиции. И хотя полномочия президента в Словакии ограничены, но глава государства может витировать законы, принимаемые парламентом. Президент ратифицирует международные договоры, назначает судей высшего суда и является верховным главнокомандующим вооруженными силами. С учетом того, что наша страна переживает сейчас, после создания правительства во главе с Робертом Фитца, на мой взгляд, две темы очень важны для этих выборов. И именно по ним люди будут принимать решения. Первая – демократия и борьба с коррупцией. А вторая тема – это наша внешняя политика, особенно в контексте нынешней войны России против Украины. И здесь мы видим, что между двумя кандидатами есть различия. Пелегрини вслед за Фитца ослабит наши связи с союзниками и партнерами по НАТО и ЕС и ослабит поддержку Украины. С начала полномасштабного вторжения России в Украину правительство Словакии оказывало значительную гуманитарную и военную помощь Киеву. Внешнеполитический курс государства резко изменился после победы партии Роберта Фитца на парламентских выборах в октябре 2023 года. Министерство финансов США объявило о новых санкциях в отношении российских компаний, которые занимаются виртуальными платежами. Об этом ведомство сообщило на своем сайте. Речь идет о 15 физических и юридических лицах, которые разрабатывают или предлагают услуги в сфере виртуальных активов. Они позволяют уклоняться от американских санкций. Отдельно США ввели ограничения против трех российских компаний, которые помогали Кремлю покупать технологическое оборудование, в том числе и для оборонного сектора в обход санкций. Куйбышевский НПЗ в Самарской области России потерял половину нефтеперерабатывающих мощностей после атаки беспилотников. Об этом сообщает рейтер со ссылкой на источники в отрасли. Напомню, неизвестные дроны атаковали завод в ночь на 23 марта. Всего с начала этого года Россия потеряла около 7% нефтеперерабатывающих мощностей из-за атак дронов, подсчитали в том же рейтерс. По данным СМИ, по меньшей мере, 7 российских НПЗ остановили переработку более 4,5 миллионов тонн нефти. В Днепре презентовали проект, который поможет украинским защитникам после тяжелых ранений адаптироваться к жизни вне фронта. Его амбассадорами станут те, кто прошел войну и справился с ее последствиями. Как помочь ветеранам социализироваться и жить как раньше, узнали наши корреспонденты. Максим Козорок пошел защищать Украину еще в 2014 году. Был командиром взвода, пока не получил тяжелое ранение. Рядом с военным разорвалась мина. Ему оторвала часть ноги. За 10 месяцев Максиму сделали 5 операций. Говорит, тогда поставил перед собой цель – стать на протез и пробежать 10 километров. К ней шел тяжело, ценой больших физических усилий. Но еще тяжелее было адаптироваться к жизни вне фронта. Тяжелее всего было вернуться в социум. Когда ты несколько лет проводишь время на войне, полностью меняется и психологическое состояние. Все меняется. Отношение к людям, ко всему. Максим говорит, что ему помог спорт, работа с психологами и общение с теми, кто тоже прошел войну. В 2023 году мужчине предложили стать заместителем городского головы Павлограда, заниматься вопросами военных и ветеранов. А теперь он стал еще и первым послом проекта «Титаны Юэй». Парни возвращаются к гражданской жизни, общаются между собой. Это очень важно, когда они, возвращаясь, начинают общаться равный с равным. Теперь задача Максима, как и других амбассадоров проекта, делиться опытом с ветеранами. Которые только начинают лечение или реабилитацию. Но сначала они должны пройти специальные тренинги и усовершенствовать навыки общения с защитниками Украины и их семьями. Зумеет такая штука ветеран? Понимаете, какая штука? Ветеран когда-то был гражданским. Просто случилось так, что он был в таких ситуациях психотравмирующих, когда ему надо было выживать. И, о чудо, он или она выжили. Важно ветеранам объяснять, как лучше социализироваться в обществе, а обществу, как лучше общаться с ветеранами. Проект «Титаны Юэй» инициировали в Днепропетровской области. Он включает в себя не только реабилитации – медицинскую, физическую и спортивную, но и инициативы, которые будут способствовать интеграции ветеранов во все сферы жизни. Он предусматривает образовательные программы, главная цель которых – воспитать уважительное отношение общества к героям. Этот проект охватывает не только психологическую реабилитацию. Это комплекс мероприятий, начиная с реабилитации, обучения, трудоустройства, открытия ветеранского предпринимательства, ветеранского бизнеса. И самое главное – это предоставление инструментов развития нашим ветеранам. Инициатором проекта стала областная военная администрация. К его презентации присоединились более ста человек. Сами защитники, волонтеры, психологи, общественные деятели, медики и педагоги. В первую очередь мне бы хотелось, чтобы наши ветераны присоединились к нашей внутренней политике, в том числе и администрации, которых мы интегрируем в разные сферы жизни наших департаментов, управлений, которые смогут предоставлять помощь таким же ветеранам, гражданским. Проект «Титан и Юэй» создавали по принципу «равный равному». Его представителями уже согласились стать несколько десятков ветеранов, которые после тяжелых ранений смогли адаптироваться к жизни после войны. Служба безопасности Украины за годы войны стала боевой и результативной. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, поздравляя сотрудников СБУ с их профессиональным праздником. Глава государства отметил эффективность применения современных образцов боевой спецтехники, в том числе и морских дронов, и поблагодарил сотрудников службы за профессиональную работу. За годы войны СБУ стала действительно боевой, а главное именно такой результативной специальной службой, которая и нужна нашему государству. Нужна и для защиты от врага, и для активных действий, уменьшающих потенциал российской агрессии. Вы находите эффективные способы противодействия противнику. Не обо всех ваших действиях против оккупанта можно говорить сейчас открыто, публично, но все-таки ваши действия служат Украине, служат верно. Укрепляют ее и позволяют гордиться Украиной. В Индии проходит фестиваль красок и веселья «Холли». Один из самых ярких праздников в мире отмечают ежегодно в начале марта. Марта. Холли также стал популярен и в других странах. В Индии его считают праздником весны и возрождения жизни. Участники фестиваля сжигают чучело-холики. Это символизирует победу добра над злом и обновление природы. А также обсыпают всех цветными порошками и поливают водой с красками. Испачкаться в этот день должен абсолютно каждый. Все присутствующие здесь так долго ждали этого дня. И сегодня мы очень рады возможности отпраздновать наш веселый фестиваль «Холли». Все материалы, а также полные выпуски проекта «Наше время» смотрите на YouTube-канале «Фридом». Найти его поможет QR-код на ваших экранах. Сканируйте его, переходите по ссылке и обязательно подписывайтесь. На этом у меня все. Эфир продолжит Денис Пахила и Екатерина Вишневская. Далее смотрите информационный марафон. Оставайтесь с «Фридом» и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!